Здравствуйте, уважаемые студенты! Я, Ису Мухаммедов Салиф Шкурович, доцент кафедры рыбоводства, прочту лекцию по дисциплине рыбоводства для менеджмента. Первая наша лекция, тема нашей лекции, называется «Прудовое рыбоводство и его значение для человека». Но вы все прекрасно знаете, когда вы проходили дисциплину животноводства, то вам говорили, что животноводство является многоотрасливой дисциплиной и направлением в сельском хозяйстве. В данном случае рыбоводство тоже является отраслью животноводства. Но здесь речь идет о рыбах. Рыба – это очень ценный продукт питания для человека. О ней, о ее достоинствах, этого продукта, я расскажу попозже, но кроме мяса мы от рыб получаем такой ценный продукт, как рыбий жир. Вы знаете, что рыбий жир содержит большое содержание витамина D, которое оказывает огромное влияние на развитие скелета. Парадокс. В Узбекистане раньше, когда население мало употребляло морских продуктов, в том числе и морской рыбы, у детей очень часто возникали заболевания, так называемые раки, то есть плохое развитие скелета. Такая же болезнь характерна для народов севера. Но там рыбы очень много. Проблема витамина D нет. Но дело в том, что витамин D начинает работать при условии наличия и наличия солнечных лучей. При отсутствии витамина D в организме, но солнечные лучи есть, возникает болезнь. И при наличии витамина D, но отсутствии солнечных лучей, возникает эта болезнь. Поэтому, благодаря тому, что в последнее время мы стали завозить эти продукты, кроме того, фармацевтия разработала этот препарат рыбий жир, заболевание резко снизилось. Теперь, кроме рыбы и жира, вы должны знать, что от рыб получает ценные корма, которые необходимы для растущих животных. Речь идет о рыбной муке. Рыбная мука, как корм для растущих цыплят, телят и других животных, является незаменимым. Поэтому, этот продукт тоже ценится. Помимо корма, используются различные, приготовляют из рыбы лекарства, используемые фармацевтией, клей. То есть, продукты, получаемые от рыбы, очень ценны. Теперь мы должны рассматривать, что за отраслью. Вы, как будущие руководители, как менеджменты, могут быть возглавлять фермерские хозяйства, должны знать, что рыбоводство среди отраслей животноводства считается наиболее доходным, то есть, высокоэкономичным. Причина такого отличия заключается в том, что мы при разведении рыбы получаем продукт в довольно короткий срок, при наименьших затратах. Себестоимость любой продукции определяется, сколько вы затрачиваете корма на получение определенного прироста. Так вот, если мы будем сравнивать прирост крупного рогатого скота, чтобы получить 1 килограмм мяса, мы должны дать этому животному около 10 килограммов корма. А рыбы, чтобы получить 1 килограмм мяса рыбе, мы тратим всего 2,5-3 килограмма. Значит, почти в 3 раза мы меньше затрачиваем корма. Второй аспект. Вы должны знать, что для разведения скота вы должны строить здания, там, соответственно, все инфраструктура. При разведении рыбы таких огромных затрат нет. И самое главное то, что животные, они теплокровные, они требуют корм, который часть идет на поддержание физиологического состояния. У рыб вот такого физиологического состояния нет. Поэтому тот корм, который даете, оно в основном идет на развитие самой рыбы. Теперь, ребята, вы должны знать один такой очень важный момент. Какие же рыбы сейчас разводят для получения определенной продукции? Ну, вы по базару сами прекрасно знаете, видите. В основном у нас, например, на ташкентских рынках продают толстолобик. Белые, пестрые, пестрые крупнее. Они в основном их продают в разделочном виде. Потом вы в последнее время, наверное, стали видеть, продают африканского сомика. Это необычная рыба, она завезенная, значит, к нам из Китая. Затем мы разводим, это наша традиционная рыба, это карп, то есть одомашненный сазан. Помимо этого, вы можете видеть на базарах, когда продают белый амур, змееголову и наш свой обыкновенный сом. Значит, эти рыбы все являются элементами или объектами искусственного разведения. В чем суть такого разведения? Суть этого разведения в том, что человек их содержит, кормит. В начальном этапе сначала он получает достаточное количество, должен получить так называемого мальков, для того, чтобы их в дальнейшем разводить. Затем их откамливают, и в зависимости от цикла выращивания, значит, есть двухгодичный цикл, есть трехгодичный, потом реализуется как товарная рыба на рынках. В чем разница двухгодичного или трехгодичного? Дело в том, что при разведении, например, толстолобика или карпа, масса опускаемого молодняка на второй год в эти нагульные пруды составляет от 50 до 100 грамм. К осени получают, значит, 500 граммовых живой массы карпа, а толстолобик весит уже около килограмма. Но так как базарный маркетинг, если будем изучать, то население часто предпочитает более крупные рыбы. И фермеры не два года выращивают, а три года. Уже при трехгодичном выращивании поясняется, что карп весит уже килограмм и выше, а толстолобики достигают двух и выше килограмм. И это, значит, масса устраивает населению больше, чем мелкая рыба. В последние годы в Узбекистане большое внимание обращают к развитию холодного рыбоводства. Это речь идет о разведении радужной форели, которая по своим качествам, особенно вкусовым качествам мяса, занимает ведущее место в мире. В больше 150 странах мира разводят эту рыбу. Дело в том, что мясо этой рыбы содержит очень много витаминов, минеральных веществ. А самое главное, там содержится такая очень важная жирная кислота, омега-3, которая препятствует развитию или уменьшает содержание холестерина в крови. Вы все знаете, что в последние годы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в мире увеличивается. Причина этому – высокое содержание холестерина. А вот омега-3, который входит в состав мяса радужной форели и других лососевых, оно уменьшает это содержание. Причина разведения радужной форели в Узбекистане заключается в том, что территория наша в основном где-то четвертое, 25%, составляет горно-придворная зона, где имеется наличие очень много ручей, температура которого не повышается даже в самые жаркие дни, 18 градусов. А для форели самая благоприятная температура составляет 14-16 градусов. Следующий аспект. Все горные речи, они насыщены кислородом, естественно насыщенными. А это для форелей тоже является благоприятным условием. Значит, в этом году, если вы обратили внимание, во время пандемии, очень много форелей продавались в магазинах, в супермаркетах, которые в основном поставляло форелевое хозяйство Golden Fish. Это хозяйство занимается разведением радужной форели с момента инкубации до продажи. В нашем аграрном университете ведется работа по разработке технологий выращивания радужной форели для фермеров. То, что я указал, вот это соотношение предгорное и горное, 25%, там в основном и больше половины населения Узбекистана живет в этих зонах. Если вот эта технология наша будет успешно реализована, то появится возможность фермерам заниматься разведением форелей, не в больших масштабах, а в маленьких. Но оно даст возможность населению обеспечить работу, а самое главное, население будет получать очень ценное мясо этой рыбы. Кроме этого, вы знаете, что лососевые дают не только мясо, но и очень прекрасный продукт – это красная икра. Она очень ценная и очень полезная для человека. В Узбекистане в основном разводят рыбу в так называемом прудовой аквакультуре, то есть в прудах, которые создаются человеком. Значит, выращивание, кормление – все это контролируется человеком. И в зависимости от возраста рыб, соответственно, получают тот продукт, который ставилась цель. Ну, в основном, я раньше, в начале говорил о том, что у нас в основном разводят толстолобиков, белые пестры, белого амура и карпа. В последнее время начали использовать очень быстро растущую доходную рыбу – это африканский сомик. Суть разведения вот этих рыб заключается в том, что толстолобики, белый амур – это так называемые растительноядные рыбы. То есть они в основном питаются за счет растений, водных растений. Карп требует подкормки в виде корма. Но эти виды, они в целом малозатратные. Здесь единственное, нужно контролировать, чтобы не было заболевания, чтобы не было в этих прудах хищников, которые могут их истреблять, и соблюдать все технологические процессы, которые необходимы для нормального развития этой рыбы. Существует два цикла. Есть двухгодичное выращивание, есть трехгодичное. Разница заключается в том, что при двухгодичном получают рыбу в массе примерно для карпа – это 500 граммов, для толстолобика – килограмм, но так как востребованность рынка в более крупных рыбах, фермеры многие предпочитают кормить три года. В этом случае карп достигает массы килограмма, а толстолоб и белый амур – у них вес больше двух килограммов. Значит, и сказано, мы можем сказать следующее. Значит, аквакультура в Узбекистане, она имеет свои традиции. До 90-х годов, когда существовал еще Советский Союз, то Узбекистан среди 15 республик занимал ведущее место по развитию аквакультуры. Существовали очень большие рыбоводческие хозяйства, которые обеспечивали население. В основном это толстолоб и карп. Причем вся инфраструктура была построена, чтобы не было проблемы с кормами. В Чернадзе существовал специальный комбикормовый завод, который выпускал корма. Существовали системы надзора ветеринарного, то есть необходимые лекарства. Существовали специалисты хорошие были, которые знали все технологические процессы. Но по субъективным и объективным причинам, после 90-х годов произошел спад. Но в 2017 году, после указа президента о ускоренном развитии рыбной отрасли, произошел переворот. Сейчас в последнее время очень много организуется фермерами со стороны государства, хозяйства рыбные, которые уже начинают наращивать производство рыбы. Очень отрадный момент, что благодаря вот этим постановлениям президента созданы совместные предприятия с Россией, Вьетнамом, Венгрией, которые выращивают и подготавливают мальков. А мальки – это основа. Если будет материал посадочный, так называемый это, рыб, то фермеры спокойно могут выращивать в дальнейшем до товарной кондиции и реализовывать на рынках. Естественно, когда увеличивается количество, и себестоимость будет снижаться, и стоимость рыночная будет уменьшаться. Это очень необходимо для населения, потому что в последние годы, вы сами знаете, возникла проблема продовольственной безопасности. Если рынок будет обеспечен вот этим ценным продуктом рыбьи и мяса, это будет очень необходимо для безопасности государства и для безопасности нации. Начали строиться, создавать современные хозяйства, где занимаются разведением рыб по самым современным технологиям. Эта технология позволяет практически обеспечивать всех фермеров качественным рыбопосадочным продуктом. В этом плане Ташкентский аграрный университет является сейчас флагманом, потому что мы построили в учебном хозяйстве центр рыбоводства, который использует самую современную технологию, существующую в аквакультуре. В конце я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, я вам здесь указал 9 вопросов, вы внимательнее прочитайте. К следующей лекции я сделаю краткий опрос, чтобы вы поняли суть того, о чем я вам говорил. Спасибо за внимание. Продолжение следует...